Субтитры делал DimaTorzok 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 Это облегчает постобработку Например, когда нужно вырезать все, что говорили вы Или наоборот сделать акцент на себе А громкость от игры уменьшить Также есть возможность добавить на видео изображение с веб-камеры Причем как на само видео сразу, так и записать его отдельной дорожкой И уже на монтаже добавить так, как вам хочется Во втором меню видео мы выбираем качество записываемого материала Разрешение, FPS и битрейт Разрешение либо выставляете исходное Оно автоматически определит с каким разрешением вы играете Или вручную FPS от 15 до 60 с ходом в 15 кадров В принципе я бы оставил только показатели 30 и 60 FPS Но дополнительно добавил бы пункт 120 кадров Иногда это нужно, если ты какой-то момент планируешь потом замедлять при монтаже С этими параметрами все классно Но вот с полоской больше-меньше Которая явно отвечает за битрейт Прям беда С одной стороны это визуально удобно для новичков Которые нифига не шарят в битрейте С другой стороны дополнительное окошко Отражающее выставленный битрейт в цифрах Я бы все-таки добавил Так как более опытные пользователи часто знают Непосредственно сам показатель битрейта Который им необходим Вот у моего компа слабый процессор И слишком хорошее качество видео более 1000 кбит в секунду Сильно затрудняет последующий монтаж Поэтому мне вручную пришлось потестить немного эту настройку Так, видео длиной в 4 минуты При максимальном лучшем качестве 60 фпс и разрешением Full HD Весит 6 гигов активной игры в виде макам А битрейт в итоге составил Около 250 тысяч кбит в секунду И конечно же мой вегас лагает при монтаже с этим видео При 30 фпс и уже средним показателем Между качеством и весом файла Те же 4 минуты весят полтора гига С битрейтом 60 тысяч И оно не лагает при монтаже В любом случае какие настройки использовать лично вам Я не подскажу Так как это зависит от вашего железа Но лично для себя я выбрал золотую середину Помимо двух главных меню Есть еще и классические настройки Там все просто Выбирайте место куда сохранять записываемое видео Разрешение ваших скриншотов И все в таком подобном виде Обратить внимание стоит на две вещи Первое Это во вкладке общий Поставить галочку захватывать разные потоки Чтобы собственно говоря Звук из микрофона записывался в отдельный файл А также во вкладке видео Поставить галочку на Включить ускорение NVIDIA GPU Эта опция позволит ускорить процесс сжатия видео Что в итоге уменьшит потерю качества И нагрузку на систему Кстати да Совсем забыл сказать Никакой дополнительной нагрузки на систему При записи во время игры Я не заметил Причем как на максимальных настройках качества записи Так и на средних Хотя Ведьмак Как вы знаете Далеко не самая лояльная К характеристикам вашего компа Игра Разве что пара фпс где-то потерялась Но пойди еще уследи за ними Вот такая вот казалось бы Простенькая программа Movavi Gamers Code С совершенно минималистичным дизайном И еще более минималистичными настройками В которых не разберется Разве что грудной ребенок Ну и мои родители наверное Мам Пап Надеюсь вы не смотрите это видео С другой стороны меня не покидало чувство Что разработчики просто взяли Самые часто используемые форматы И настройки из других рекодеров И в своей программе добавили только их Чтобы у пользователей Ну просто не было сложностей с использованием Помню когда у меня сломался комп И мне пришлось переустанавливать винду А потом впоследствии и настраивать бандикам Несколько моих видео в тот момент вышло В таком ужасном качестве Из-за корявой настройки Что аж вспоминать страшно Ребята кто со мной давно Должны вспомнить билд на бомбера В Movavi Game Recorder таких проблем нет Хоть каждый раз удаляй программу после записи И запускай ее вновь Из замечаний я бы наверное добавил данные О битрейте к полоске выбора качества видео О чем кстати говорил выше В рамках настройки захвата рабочего стола Добавил бы возможность настраивать зону захвата вручную Ну то есть не весь рабочий стол А только его какую-то часть И наверное было бы круто увидеть возможность записывать Последние минут 20 игрового процесса Чтобы захватывать не все каточки подряд А постфактум только те которые были интересными К сожалению о планах разработчиков я ничего не знаю Но надеюсь они смотрят подобные видео И делают себе там где-нибудь пометочки в Excel документе С планами на будущее В остальном то что есть сейчас Это идеально Ну или почти идеально Данная программа сделана Не разработчиком энтузиастом А командой профессионалов Отвечающих за свой продукт Но на коммерческой основе А значит за ее использование нужно платить Конечно есть бесплатная пробная версия на 30 дней Но там такие ограничения Что боже упаси Разве что теста ради С другой стороны покупать программу нужно лишь единожды За 990 рублей И она ваша На веке Со всеми последующими обновлениями А если вы воспользуетесь ссылкой в описании То она станет для вас и вовсе на 30% дешевле Как я там говорил в начале Качай, устанавливай, оплачивай и записывай Ведь с Movavi нет ничего проще На этом у меня все Если видео было интересным или полезным То ставьте ему лайк и подписывайтесь на канал Напишите в комментариях Какой программой для захвата видео пользуетесь вы И чего не хватает Movavi Game Recorder Чтобы стать идеальным Ну а мы увидимся уже очень скоро В новом видео Но пока на этом Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok